Я верю, что по-настоящему Слово Божье способно ободрить каждого из нас. Есть кто-нибудь, кто верит в это? Вы знаете, я говорил, говорю, продолжу это говорить. Знаете, часто у нас есть такая проблема. Мы, вот Джеймс, он сегодня классные слова сказал, простые. Очень часто мы ждем чего-то, знаете, такого, как объяснить, трамплинного трамплина, прыжкового прыжка, сильнейшей силы какой-то мы ждем. Но я вам хочу сказать, на самом деле, друзья, есть сила, которая способна менять не только нас, но меняя нас, она меняет обстоятельства жизни вокруг нас. И эта сила, друзья, это Слово Божье. Это Слово Божье. Кто помнит историю, когда Иисус сидел со своими учениками, собирал учеников, и он говорит апостолу Петру, помните, тогда он еще, Симон, говорит, следуй за мной, и я что сделаю? Сделаю тебя ловцом человека. Мы знаем сегодня, что в Риме, в Ватикане есть огромный собор, и там есть площадь Святого Петра. Все знают, все слышали в истории человечества апостол Петр, это такая, ух, силища. Апостол Петр, о котором знают многие, слышали многие. Но кто из вас знает, друзья, что до встречи со Христом это был простой рыбак совершенно? Кто в курсе об этом? И я вам хочу сказать, что изменило его, что изменило, что сделало из простого рыбака, одного из величайших апостолов христианства во все времена, во все истории? Три с половиной года, друзья, он был со Христом, и он слышал Слово Божье. Слово Божье способно менять. Слово Божье, оно способно проникать. Если только, друзья, на пути или на препятствиям этому слову не становимся мы сами. Вы знаете, я не люблю, конечно, сейчас такие обстоятельства, знаете, такие обстоятельства, когда это не очень уместно. Но я просто, может быть, я не знаю, не сильно знаком с украинской литературой. Я так вырос в русской литературе немножко. Я хочу процитировать одного из классиков. Это о нас с вами, кстати. Я хочу, чтобы мы услышали. И знаете, это не история о ком-то. Я хочу, чтобы вы понимали, это история о нас с вами. Это история нашей жизни. Там такие слова. Мужик, что бык, втемяшится, в башку какая блажь, колом ее оттуда. Знаете, что такое блажь? Идейки. Интересные идейки. Я стану миллионером. И вот он начинает жить, и он всю свою жизнь туда полагает. И вот он, дальше написано. Втемяшится, в башку какая блажь, колом ее оттуда. Не выбьешь, упирается. Всяк на своем стоит. Я хочу вам сказать, друзья, это о нас история. Но только сегодня мы не упираемся, знаете, в какую-то такую прямо все. Нет. Мы на самом деле сегодня так много услышали. Будь самим собой. Пусть люди принимают тебя таким, какой ты есть. Делай то, что тебе нравится. Делай то, что тебе близко. То, что тебе хочется. И вот, знаете, вот таких хатунов, я их называю, их становится все больше и больше. И когда мы попадаем в церковь, есть одна очень печальная, печальнейшая трагедия есть большая в нашей жизни. В чем она заключается? Мы слышим Слово Божье, но мы не позволяем ему проникать внутрь. Я когда-то услышал от одного проповедника интересную мысль. Он говорит, что Бог, ну, Дух Святой больше. Он говорит, Дух Святой, он джентльмен. Он никогда не будет насиловать. Он никогда не будет поступать против воли, идти против воли человека. Он никогда не будет этого делать. Он отойдет в сторону и будет говорить, подождем. И знаете, я хочу вам сказать, я же пастор уже тоже не первый год, да и не 10 лет уже. Уже больше, уже практически два десятка лет, как я служу пастором. И знаете, я уже знаю, как это происходит. Я знаю, когда человек говорит, я вот, я. И знаете, ну, раздувает пузыри, щеки раздувает, там, ну, все, жилы вот тут надуваются, спорит. А потом проходит какой-то год, два, три. И он приходит, что случилось? Я говорю, все плохо. Я говорю, что, опять все плохо? Да. Я говорю, может быть, стоит сдаться? Может быть, стоит позволить Слову Божьему проникать туда, внутрь тебя, формировать тебя, сделать тебя, изменить тебя? Может, стоит это сделать? Не, я еще разок попробую. Не, я еще разок. У меня получится. И опять он начинает. У меня получится. И знаете, такой бег по кругу, тараканье бега. Ты бежишь в одну сторону, потом в другую, потом в другую, потом в другую. И ты ждешь, когда тебя все-таки, люди ждут, когда его настигнет. Я хочу вам сказать, друзья, пусть сегодня Слово Божье настигает каждого из нас. Позвольте Слову Божьему менять вас. Позвольте Ему менять. Позвольте Ему менять вас. Мы когда-то общались, разговаривали с пастором Иваном. Кто не знает, у нас пастор Иван занимается реабилитацией. И знаете, есть одна из вещей, которая очень печальная. Вот очень печальная в работе с людьми, которые страдаются от зависимости. Он мне сказал эту печальную историю. Я тогда вначале не услышал, но я люблю услышал. Раскручиваю, хожу, думаю, размышляю. И он тогда сказал такую мысль. Говорит, пастор, наркомания это не зависимость. Это не есть зависимость. Наркоман это тип личности. Что это означает? Это человек, который позволил своей зависимости. Это наркоман, алкоголик и так далее. Но не думайте, что это только о них речь. Это о каждом из нас с вами речь тоже. Мы позволили своим собственным, знаете, вот этим тараканам, которые иногда бегают от левого уха к правому. У кого есть такие, которые от правого к левому, от левого к правому бегают? Есть такие у вас? Присутствуют. Их надо вытряхнуть. Потому что они вот это раскачивают вашу лодку, знаете, от левого борта к правому, от левого. И потом у тебя, что-то у меня сегодня голова кружится. Просто они там по кругу бегают уже. Вот она и кружится, понимаете? И вот это же тип личности. Надо изменить. Что такое алкоголик? Это обычный человек, который не умеет радоваться жизни без этого дела. Вот и все. Знаете, ну брось пить. Он может бросить пить. У нас вот в репцентр приходят недели, и они не пьют. А потом убегают. Знаете почему? А ему грустно жить. Скучно. Скучно жить без этого дела. И знаете, некоторым из нас нам скучно жить без каких-то своих амбиций и чего-то еще. Нам скучно. Мы хотим. Мы вот, знаете, все вот, все. И вот получается, ты знаешь, ты вообще, вот слушает человек Слово Божие, а все равно живет по-своему. А все равно, во всем. Во всем. Знаете, есть такая одна, сейчас расскажу вам, наверное, такую неканоническую притчу. Начнем. Я ее рассказывал когда-то, но я думаю, еще раз есть смысл поделиться ею. До того, как будем сегодня проповедь. Потому что сегодня проповедь такая, она не длинная, но она важная. Кто не знает, друзья, неканоническая притча – это веселая история. Просто как, ну ты же не скажешь, я вам сейчас расскажу анекдот. Ну нельзя так сказать в церкви, да? Ну непривычно нам. Мы говорим неканоническая притча. То есть это такое иносказание. Если кто-то знаком с иудейской культурой, там есть такая штука, притча, называется Медраж. Медраж – это история, когда мудрый раввин рассказывает мудрую историю. Человек такой сидит и говорит, ну да, дошло, понял. Мы же историями легче запоминаем, правда? Иисус тоже притчами рассказал, нормально все. А это не каноническая притча. Так вот, история такая. Попадает, значит, мы же разные, у нас же много конфессий разных, мы все уважаем, любим, разницы никакой нет. Но мы знаем, что у каждой конфессии, у каждой церкви бывают свои какие-то, знаете, забабоны. Ну трошки, чуть-чуть. Хорошие, плохие – это Господь рассудит. Кто-то сказал, говорит, на небе нету тех, тех или тех, там есть дети Божьи. Так вот, попадает однажды, значит, католик, православный и протестант, ну вот такой, как мы, попадает на небо, и там апостол Петр. Кабинет, ну прежде чем куда-то зайти, к апостолу Петру надо зайти. Заходит, значит, православный, выходит через 10 минут такой, говорит, ну да, согласен, конечно, с мощами мы переборщили, святыми мощами. Заходит туда католик, минут через 20 выходит такой, говорит, согласен, да, с Девой Марией, конечно, перебор получился. Заходит протестант, вот такой, как мы с вами, свободный человек, у которого есть понимание, который читает Библию, который знает, как жить, который понимает, который разбирается, который видит, это правильно, это неправильно, говорит, это так, это не так, а я с этим согласен, а с этим не согласен. Значит, 10 минут его нету, 20 минут его нету, полчаса его нету, 2 часа его нету, к вечеру закат уже, выходит из кабинета апостол Петр, такой, знаете, мокрый, весь потный, выходит такой, фу, говорит, когда я такое говорил. Вы понимаете, друзья, это правда о нас, слово Божье приходит, и Библия говорит, оно должно войти в тебя, оно должно проникать внутрь тебя до разделения. Послушайте, разделение, неприятная штука, но нам нужно отделять иногда вот этих наших тараканов, вы понимаете, их надо отделить, отделить, их выгнать надо, их прогнать надо. Мы иногда думаем, что все тараканы умерли в нас, кто когда-нибудь гонял тараканов из вас? Вы знаете, они не умирают, знаете, что они делают? Они уходят к соседу. Так вот, надо разделить, чтобы ушли ваши тараканы, а может, они не умрут, они уйдут, а нам все время кажется, я их убил. Если кто-нибудь по-настоящему гоняли тараканов, у вас наступает момент, вы говорите, все, их нету, ага, вы оставьте на пару дней хлеб и не перестаньте их трогать, они вернутся к вам. Позволить Слову Божьему поменять нас изнутри. Вот что должно произойти, понимаете? И я бы очень хотел, друзья, чтобы эта тепличность каждого из нас, которой мы жили без Бога, когда мы начинаем жить с Богом, чтобы он изменился. Нужно ли это Богу? Я вам хочу сказать честно, Бог нас любит любыми, но это нужно нам очень сильно, чтобы раз за разом мы не наступали на дни те же грабли. Знаете, есть такой вид спорта, называется грабли наступания. Вы знаете, что у большинства людей, на самом деле, у нас всего лишь две грабли есть. Одна впереди, вторая сзади. У особо одаренных еще справа и слева есть. И вот мы ходим среди этих четырех или двух граблей и постоянно думаем, что же у меня так голова болит? Ветер, наверное, северный. Нет, друзья, грабли больно бьют. Сегодня я хочу проповедовать на тему, очень важная тема, еще раз. Я хочу, чтобы сегодня вы попробовали ее услышать. Я не знаю, я, наверное, имею эту иллюзию, все равно, пока она меня не отпускает, как у каждого пастора, у меня есть иллюзия. Знаете, о том, что ты проповедуешь проповедь, и люди понимают ее. О, как, Боже мой, как я, сколько раз я обламывался на этой иллюзии? Знаете, такой, а потом в среду спрашиваешь, какая была тема проповеди? Про Бога. А я-то такой, знаете, проповедую, думаю, в конце молюсь, думаю, ну все, Господь, все, они поменялись, ты прикоснулся к ним. Ну, я нет, я не могу менять, я уже это пробовал. Ну, хотите, 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 пережить эту иллюзию, попробуйте объяснить вашей жене что-нибудь, или вашему мужу что-нибудь, и донести до них. И вы поймете, что ваших слов недостаточно. Итак, друзья, тема сегодняшней проповеди, где ты? Где ты? Где ты? А что вы на мою жену смотрите? Вы на свою жену смотрите. Я своей женой нормально, 23 года в этом месяце будет, как я, в следующем, как я объясняю. На мою жену не надо смотреть, у нее все даже очень, у нас все очень хорошо получается договориться. Да, у меня есть два аргумента, правый и левый. Я шучу, 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 ни в коем случае, не надо, вы что? Не, это не аргументы. Не повторять. Я такого не делал никогда. Все, ладно, ладно. Итак, друзья, Бытие, 3 глава, с 8 по 9 стихи. Пастор Ваня, просто посмотри на жену и скажи, я каюсь. Итак, друзья, Бытие, 3 глава, с 8 по 9 стихи. А кто вам сказал, друзья, что в церкви должно быть невесело иногда? В церкви тоже должно быть весело. А то что мы прямо грустные все время будем ходить? Я помню, когда в детстве меня мама как-то привела на Пасху, я стоял всенощное. Боже мой. Я стоял. Еще раз, это прекрасно, потому что ты переживаешь что-то другое, новое, это изменение. Ну, знаете, что такое 12-летнему подростку стоять? Вы представляете, если всю ночь, я пересмотрел все, я пересчитал все, я пересмотрел картинки какие-то, Я маму там, не говори, нельзя говорить, окей, хорошо, все. А мне 12 лет, мне так все, вообще все равно. И мне так спать хочется. Поэтому, друзья, в церкви иногда должно быть весело тоже. Ну, пусть будет, ладно? Итак, друзья. И услышал голос Господа Бога, услышали, простите, ходящего в раю во время прохлады дня, и скрылся Адам и его жена, и жена его от лица Господа, Бога между деревьями рая. И воззвал Господь Бог к Адаму и сказал ему, Адам, где ты? Именно об этом хочу сегодня, друзья, проповедовать. Именно вот об этой, эта тема сегодняшняя. Нам всем знаком этот стих. Нам всем знакома предыстория этого стиха, и нам всем известны последствия этого стиха. Если вы не знаете, друзья, прочитайте историю, это история грехопадения, как Адьева съела там какой-то плод, потом дала Адаму, они в итоге оба не послушались Бога и так далее. Но сегодня я хочу обратить ваше внимание, друзья, на вот это слово, этот вопрос. Видите, Адам в кавычках, в квадратных скобках, что это означает? Это означает, что в первоначальном тексте этого слова не было, но те, кто переводили, они по смыслу дополнили, что это обращение было к Адаму именно. Адам где ты? Итак, друзья, у меня вопрос к вам. Как вы думаете, знал ли Бог к этому моменту, что сделали Адам с Евой? Знал. Знал ли Бог, что они чувствовали после того, как они сделали это? Третий вопрос. А знал ли Бог вообще, где они? Тогда у меня возникает логичный вопрос. К чему этот вопрос? Зачем Бог задает им этот вопрос, где ты? Зачем? Ну, то есть смысл какой-то вопроса. Потому что я уверен, что многие из вас, вы задумывались об этом, правда же? Неужели Бог не знал? Неужели Бог не в курсе? Неужели Бог, он что, спал в этот момент, он не видел и так далее? Он все видел, он все знал. Он знал, что произошло. Он знал, как они чувствовали. Он знал, где они находились, что они скрылись и так далее. Он четко все это знал. Тогда логичный вопрос, зачем? Зачем? О, хороший ответ, кстати, Людмила Александровна. Очень хороший. Знаете в чем? Я думаю, друзья, вот мне нравится вот это слово «где». Слово «где» оно здесь очень интересно. Понятно, ты там и так далее. Что ты это там, твоя жизнь и так далее. Но вопрос «где?» Я хочу, чтобы мы сегодня с вами попробовали разобрать именно вот этот вопрос. И в этом суть проповеди. И чтобы мы увидели, одели суть этой проповеди на себя и на свою жизнь. На свое сердце, на свои мысли, на свои поступки сегодня. Чтобы мы одевали это на себя. «Где ты?» Вы знаете, можно слайд первый, Лена, пожалуйста? Слайд там где три. Итак, друзья, каждый человек условно, вот я написал, каждый человек проживает условно. Повторюсь, условно. То есть мы не видим в Библии именно такое отделение, такой градации. Но, читая Библию, мы можем прийти к выводу о том, что эти три вида жизни, они присутствуют. Первая жизнь – это жизнь человека вне Бога. Вторая – это жизнь человека с верой в Бога. И третья – жизнь в Боге. Сейчас я попробую объяснить вам, и тогда поймете, почему я сказал, что каждый из этих видов жизни условно имеет право на жизнь в нашей жизни. Имеет место. Итак, первая – жизнь вне Бога. Что это означает? В этой жизни мы с Богом находимся настолько далеко от друга, насколько только это возможно. Знаете, вот как север и юг отделены друг от друга в противоположное – 180 градусов. Так и человек, который живет вне Бога. Неверующий человек, который не знает Бога. Он живет вне Бога. Вопрос к вам. Как вы думаете, известно ли Богу, где находится этот человек? Известно. Известно ли этому человеку, где находится Бог? И насколько его жизнь далека от него? Скажу вам правду – нет. Знаете почему? Потому что большинство таких людей, они искренне убеждены, что у них все в порядке. Вы знаете, что одно из самых важных и необходимых условий для покаяния, для раскаяния человека – это осознание своей греховности. Человек, который живет вне Бога, у него, в принципе, все неплохо, потому что ему Бог, ну, он, как бы объяснить, он вне него. У него вообще все хорошо. У него все нормально. У него неплохо. Он говорит, а что, я нормально живу? Ну, все пьют, и я пью, ну что, нормально? Ну, какая проблема? То есть, такой человек, еще раз повторяюсь, его жизнь, она максимально удалена от Бога. Она максимально далеко находится от Бога. И, смотрите, у него, ни у такого человека, ни у Бога не возникает вопроса, где каждый находится. То есть, к нему этот вопрос не обращается. Окей. Второе. Жизнь с верой в Бога – это жизнь рожденного свыше христианина, друзья, но который постоянно или периодически выпадает из его жизни с Богом для того, чтобы делать то, что ему хочется. То есть, примерно я написал себе так. Мы сами себе периодически придумываем идеи, от которых затем же и страдаем. Вот это называется «жизнь с верой в Бога». Смотрите, человек, я хотел бы тебе рассказать обоих, а я в него верю. Знаете, возьмите грешника, который, ну, например, человека, который, к примеру, грешит периодически и так далее, и спросите у него, как у него с Богом, как я в него верю. Вы знаете, я видел множество людей, которые, друзья, живут абсолютно грешно, абсолютной жизнью грешника, но при этом они молятся каждый день. Они читают Библию. Они успокаивают, говорят, у меня все нормально, у меня все хорошо. Я называю это, друзья, «жизнь с верой в Бога». То есть, такой человек, друзья, он или постоянно, или периодически, он живет вне Бога. И я сразу хочу вам сказать, забегая наперед, друзья, именно к таким людям обращен этот вопрос Бога. Где ты? Где находишься ты? Где сегодня твоя жизнь? Где ты находишься? Где ты? У меня вопрос. Как вы думаете, вот возвращаясь к этому вопросу, знал ли Адам, где он находится? Да. Он же там находился? В кустах. Знал ли Бог, где он находится? Конечно, знал. А еще раз говорю, зачем тогда этот вопрос? Это вопрос риторический. То есть, это вопрос, который не требовал от Адама ответа для того, чтобы он понял, где он находится. Я так знаю, где я нахожусь. Он и так понимал. Но вот вопрос Бог ему адресует для того, чтобы сказать, Адам, посмотри, куда ты попал теперь. Я же говорил тебе, не ешь. От всякого дерева ты будешь есть от этого дерева. Не ешь. Не надо тебе есть от этого дерева. И вот Бог теперь говорит, посмотри теперь, где ты находишься. Вы знаете, мне как пастору выпадает одна такая не очень приятная участь. Признаюсь сразу вам. Когда ты общаешься с отступником, с человеком, который отступил, с человеком, который согрешил. Слушайте, у нас в церкви это происходит тоже. И в жизни каждого, наверное, христианина. Я не осуждаю. Мы никогда не осуждаем людей. Мы никогда не говорим, как ты мог, и так далее, и так далее. Нет, понятно, вопрос есть. Иногда хочется спросить, ну зачем? Наверное, даже не как ты мог, а зачем ты это сделал? Но я думаю, друзья, что самый важный вопрос вот этот Бог адресует к нам. Он адресует такому человеку, где ты находишься теперь? Осознай, пойми, увидь, где ты находишься. Знаете, у нас как-то один брат в церкви, в репцентре, он такой, знаете, приходит, они туда вначале. Они приходят, они такие, аааа, все так тяжело, все плохо. А потом проходит момент, они на такой, знаете, немножко подбодрились. У них так все нормально, он так смотрит, такой, фу-фу, выше всех. Говорит, я пошел, я буду жить жизнью. Я вот буквально на днях разговаривал с этим братом, он говорит, пастор, у меня были самые, у меня были три самые ужасные недели, когда я ушел из репцентра. Говорит, хуже этих недель у меня не было в жизни. Почему, он говорит, почему это ужасные недели? Он говорит, я ушел. Говорит, я вроде бы еще ничего не делаю. И я попадаю, то есть я был там, я находился в реальности, где эти братья вместе со мной молились, мы с ними молились, мы разбирали слово. Он нудно, тяжело, мне казалось, что меня все там давят. Но я попадаю, говорит, попадаю в квартиру, в комнату, в притон. Говорит, я никому не нужен, никому вообще до меня нет дела. Говорит, и я трезвый. Говорит, у меня так стало плохо, сразу захотелось выпить. Потому что я не могу это вывозить, я не могу с этим справиться. Понимаете, осознание человека, где ты, оно должно, оно призвано подтолкнуть человека к какой-то перемене. Но то, что удивляет меня всегда, друзья, меня удивляет одна вещь. Как так получается, что раз за разом нам этот вопрос приходится слышать? Где ты? Где ты? И сейчас кто-то скажет, слава богу, я же не алкоголик. Друзья, это вообще не об этом речь. Потому что вы удивитесь, но алкоголику проще понять, что он упал, потому что он видит внешнее понимание. У него утром абстинентный синдром, проще говоря, проще сказать, похмелье. Он точно понимает, что у него проблема, очень сильно понимает это. А как понять, например, человеку, который сплетничает? Человеку, который завидует, как ему понять? Как ему ощутить? Как ему этот вопрос, знаете, а где ты? Где ты? Мы сегодня ехали с Костей и Сережей на служение. Я их подвозил. И я привел им такой пример. Ну, пример, помнишь, который рассказывал? Я говорю, хотите, я вам сейчас покажу, что такое сплетня? Я говорю, за две минуты. И сидит впереди Костя, сзади сидит Сережа. И я говорю, Сережа, представим, что тебя здесь нет. И я начинаю говорить Косте. Костя, я сейчас тебе расскажу такую вещь, только ты же никому не рассказывай. Это же ты, мой друг, но между нами это должно быть. Я тебе доверяю. И ты же понимаешь, что, ну, этим не надо ни с кем делиться. Я тебе расскажу. Послушай, Сережа ничего не умеет делать. У него вообще руки не так растут. И ты знаешь, я много раз это замечал за ним. Я пытался, я думал, я хотел ему сказать, но я решил, не буду я ему говорить, потому что он не послушает меня. Но ты-то меня понимаешь, какой Сережа плохой? Ты же видишь со стороны то же самое, что вижу я. Ты же понимаешь это? Да, я говорю, Сережа, ну как ты себя чувствуешь? Он говорит, ну, это же пример просто. Сережа, знаете, я его люблю. Неприятно было, да, правда? Просто, это просто, как бы объяснить вам, просто пример. Это просто игра, просто шутка. Но даже в такой просто шутке, когда он сидит рядом, ты будешь чувствовать себя неприятно. Как вы думаете, для Бога это не есть? Вот убежать от Него, где ты? И это тоже, друзья. Поняли, почему я сказал, что с алкоголиком все проще? Когда ты, когда твое сердце внутри, друзья, Бог обращается раз за разом. Он хочет сказать, где ты? Посмотри, куда ты? Посмотри, посреди чего ты находишься. Знаете, я хочу вам сказать, ситуация, в которую попал Адам в этом стихе, она печальная. Вы себе просто не представляете. Давайте я попробую нарисовать вам картинку. Картина этой жизни, их жизни с Адама и с Евой, Адама и с Евой до этого вопроса выглядела примерно так. Они ходили абсолютно на геи, абсолютно. И Библия говорит, они не стеснялись. То есть, они ходили одеты, и Библия говорит, в славу Божью. То есть, сияние Божье настолько выходило из них, что эта ногота, она вообще не принималась во внимание, никто не обращал на это внимание. Когда они согрешили, вдруг эта слава пропадает, и написано в Библии, открылись их глаза. Многие мы читаем, о, открылись глаза, открылись глаза. Послушайте, вы можете себе представить, что вы сейчас открываете глаза, вы стоите на площади среди миллиона людей абсолютно обнаженным. Как бы вы себя чувствовали? Мы читаем в Библии, что они настолько были шокированы, они мгновенно ретировались. Они сбежали и спрятались в кусты, потому что они поняли, они знали, что скоро придет Бог. Им стало стыдно, им стало неприятно. И Бог, который в любви своей приходит и говорит, Адам, ну и где ты теперь? Где ты? Еще вчера ты ходил со мной в прохладе дня. Еще вчера тебе было классно. Еще вчера ты ждал, когда я приду. У тебя был миллион вопросов. Ты мне задавал эти вопросы, а сегодня? Где ты? Че ты сбежал? Почему ты сбежал? Плохо тебе? Нехорошо тебе сегодня? О да, Боже. Я уверен, Адам в этот момент, он все понял, он вдруг переоценил, он бы хотел вот так вот вернуть все назад, но ты уже ничего не можешь вернуть. И есть третья жизнь. Жизнь в Боге. Что такое жизнь в Боге? Я себе примерно описал, описал это примерно так. Жизнь в Боге, это когда твое прошлое прощено и омыто кровью Христа, твое будущее находится с Богом и твое настоящее определяется твоей близостью с Ним. Прошлое омыто, будущее прекрасно, а настоящее, насколько ты близок с Ним. Вот насколько ты буквально с Ним. Вы знаете, я замечаю у многих верующих людей, есть одна такая, как бы это сказать, проблема что ли, наверное. Или общая проблема, наверное, даже скажу, общая проблема. В чем она примерно состоит? Мы все хотим жить жизнью без проблем. Наша проблема в том, что мы хотим жить жизнью без проблем. Все, абсолютно. Мы хотим жить жизнью без проблем, без стрессов, без вызовов, без чего-то. Есть даже течения такие, околохристианские их назову течения, которые говорят, ты уже благословен, у тебя все будет хорошо. Умер у тебя ребенок, ну и хорошо. Вы благословен. Послушайте, сегодня Джеймс сказал вещь, говорит, это только в американском кино так бывает, правда? А правда, она разная. Но если ты проходишь долиной смерти вместе с Богом, кто понимает, что это неплохо? Если вы когда-нибудь проходили сложный период в вашей жизни, но рядом был Бог, в принципе, это очень тяжело, слезно. Но, оглядываясь назад, вы смотрите и думаете, слушай, нормально. Я сейчас вас прям, может быть, даже шокирую у кого-то. Когда закончится война, она обязательно закончится, и она закончится победой Украины. И я знаю, как было каждому тяжело, но когда вы оглянетесь назад, вы поймете, что вы будете благодарны Богу за это время. Потому что в это время Бог чему-то нас с вами учил, и мы увидим, что Он никогда не оставлял нас. Вот что такое жизнь в Боге. Жизнь в Боге, это когда Бог не задает тебе вопросов, где ты, Он знает, где ты. Вопрос, внимание, скажите, пожалуйста, был ли, такой давайте я переведу на современный язык, был ли у Адама с Евой GPS-локатор, по которому Бог, каждый раз приходя в прохладе дня, знал, где они находятся? И как они вообще находили друг друга, на секундочку? Понимаете, Богу не надо спрашивать, если твоя жизнь в Нем, Ему не нужно искать тебя, Он и так знает, где ты, а ты знаешь, где Он. Вот сегодня в поклонении мы находились, я почему в поклонении всегда, стараюсь не отвлекаться ни от чего, потому что там я с Ним. Ему не надо искать меня, мне не надо искать Его, я рядом с Ним, мне хорошо, мне классно. Помните эта песня «Поклонение»? Мне хорошо в доме твоем искать, мне хорошо, мне классно, я знаю, что Он рядом со мной. Так вот, друзья, я хочу, чтобы мы с вами, ну, конечно, у людей бывает вопрос такой, вопрос у людей бывает, а как это связано, ну, или может возникнуть с присутствием Божьим, год присутствия Божьего, с прославлением, сейчас разберемся. Давайте прочитаем вам, можно еще один слайд? Прочитаем высказывание одно интересное, одного служителя иудейского, Рави Шалома Руш. Какой смысл верить в то, что Бог есть и при этом жить так, словно Его нет? Парадокс, правда? Смотрите, как это интересно. Еще раз, какой смысл? Я задам вопрос, кто из вас верит, что Бог есть? Все? Вы уверены в это? Тогда вопрос, во что вы верите, во что мы верим, когда мы живем так, как Он не хотел, чтобы мы жили? Мы в Него верим? Вот здесь, друзья, мы сталкиваемся с самым большим парадоксом и с самым большим вызовом современного христианства. Как научиться жить с Богом? Как научиться верить в Бога так, чтобы жить в Нем? Чтобы строить свою жизнь в Нем, вообще-то? Чтобы созидать свою жизнь в Нем? Я когда-то, к сожалению, я верю, что получится, у нас немножко был такой сложный период, потому что разные были война, сложности, я просил пастора Валентину, может быть, я думаю, все-таки она как-то придет, и я попросил, я говорю, слушай, я хотел бы, чтобы ты поделилась историей, свидетельством, как она строила свою жизнь. Я буквально возьму такую маленькую историю из ее жизни, она пришла к Богу, когда было 19 лет, ну, я знаю это, и до этого, она родом из маленького городка, небольшого Борисполь, кто знает, а в Борисполе, если кто-то знает, там до войны, самым главным городообразующим предприятием это аэропорт Борисполь. Вот, там работают все, уборщицами там, ну, в общем, там работают все, полгорода работает. То есть, когда аэропорт был, боже, там люди процветающие, Борисполь богатый город, там люди работают все. И вот она, я помню эту историю, она покаялась, 19 лет, работала там в кафе. Кто помнит, 95-й год, работать в аэропорту, еще и в кафе, в международной зоне, ну, это просто бинго. И она так рассказывала, что чашечка, баночка кофе на скафе, да, на сколько она там, 48 чашек, то есть, 48 порций, грубо говоря. Насколько вы ее растягивали? На 90. То есть, вы поняли, ну, не доложил чуть-чуть, а ты ж как бы, а в кассу надо занести всего лишь 48, а 42 получается в карман. И много всего, там и картошка фри, ну, там все-все-все. Она говорит, иногда так стыдно было, говорит, мы даем, говорит, он мешает человеку, ну, клиент мешает чашечкой кофе, говорит, а видно все, и дно, и сахар, и ложку, все видно. Ну, такое кофе, понимаете, такое. Да, просто кофе такой, некачественный был. Вот, ну, и вот представьте, ты в этот момент, 19 лет, с этим всем тыкаешься. То есть, смотрите, у тебя папа, ну, они без папы, папа оставил их, сама мама воспитывать тянет, хочется быть самостоятельно, хочется зарабатывать, зарабатывать, вроде бы устроилась. И вот тут ты приходишь, и тыкаешься, и ты с Богом, и тебе нужно строить жизнь с Богом, тебе нужно ходить в прохладе дня. Но, когда, а на работу, что же все равно надо ходить, потому что многие говорят, а как, пастор, вам легко, вы пастор. Послушайте, я тоже работаю, как и вы. У меня жизнь мирская тоже такая есть, и ничего страшного, я в ней на машине, я жую, работаю, и все остальное. И как выстроить эту жизнь? А вот здесь интересный момент наступает, смотрите. Какой смысл верить в то, что Бог есть, и при этом жить так, словно его нет? Вы же понимаете, когда ты делаешь так, ты поступаешь так, как будто бы Бога нет. И многие в этот момент, кто-то говорит о прославлении, а почему я должен хлопать? Послушайте, давайте объясню вам сразу. Никто не говорит, что кто-то должен хлопать, прыгать, петь и так далее. Это ваше личное дело. Но я не знаю ни одного человека, который живет в Боге и этого бы не делал. Вот в чем проблема. Я не знаю ни одного человека абсолютно, который бы имел адекватного, психически здорового, который бы имел ребенка и утром бы не поцеловал его, не обнял его, не покормил его. Вы знаете таких родителей? Если вы их знаете, друзья, которые так поступают, их надо лишить родительских прав. Понимаете? Это ненормально. Это нездоровая обстановка. Так вот, я вам хочу сказать, я не знаю ни одного христианина, который живет в Боге, для которого это было бы сложно. Но я знаю очень множество верующих людей, которые живут, веря в Бога, и для них это, знаете, такое, так, мне сейчас это нужно или не нужно, выгодно-невыгодно, хочу-не хочу, буду-не буду. Вы понимаете? Вот этот выбор. И вот этот момент, вот она говорит, я пришел, а как они, говорит, все деньги сбрасываются в общую казну, и потом главный шеф-повар разделяет это всем. И она говорит, нельзя было так не делать. И говорит, а я покаялась, говорит, я принял решение, я так не буду делать. И она говорит, я была любимицей у этого шеф-повара, он во мне души не чаял, все так классно. Говорит, и вдруг он стал, в одно мгновение стал моим самым злейшим врагом. Чаевых нету? Недосчитывается? В кассе минус. Понимаете? Кофе у клиентов хороший, в кассе минус, шеф злой. И тут вопрос, что делать? Что делать? Это же, Господь благословит и это. Знаете, как в 90-е годы, братки, перед тем, как идти на дело, приходили, говорят, мы пришли, батюшка благословил, все нормально, мы договорились. Ты не можешь договориться с Богом об этих вещах. Это невозможно, потому что вот ты стоишь обнаженный, ты голый, тебя все видят таким, какой ты есть. Они тебя таким теперь видят. Ты такой, и ты видишь себя таким, и они видят тебя, и Бог видит тебя таким. И у тебя вопрос, либо ты с ним, либо ты... Я верю в Бога. Я верю в Бога. Знаете, такие кустарники называются? Есть пятидесятники, есть харизматы, есть баптисты, есть еще кустарники. Это верующие, которые всю свою жизнь проводят в кустах. Знаете, я, ну, давайте я буду вам признаваться уже так, ну, не о себе. Я помню историю, когда один парень, простите меня, верующий, это печалька. Он познакомился с девушкой, начал с ней спать. И потом говорит, ты иди в ту церковь, там в той церкви хороший пастор. Тебе надо принять Христа. Я когда узнал, я говорю, ты что? Говорю, ну, веди его сюда. Я сейчас с ним буду разговаривать. О чем он вообще говорит? Как так? Ну, так не получается, так не выходит. Тот говорит, пастор, это законничество. Это не законничество, друзья, это жизнь в Боге. Вы понимаете, это жизнь в Боге. Кто-то говорит, ну, вы понимаете, Библия, они столь однозначны. Вы где-нибудь в Библии читали про порнографию? Вы где-нибудь в Библии читали про курение марихуаны? Вы где-нибудь в Библии читали про употребление шампанского? Там нет таких мест писания. Их нету. Но если твое сердце в Боге, ты четко знаешь, это не мой вариант. И не потому, что тебе запрещают. Нет. А потому что ты знаешь, я не хочу там быть. Ты задаешь себе вопрос, где я? Где я? Где мое сердце в этот момент? Где я нахожусь в этот момент? Потому что, знаете, есть такое, типа, если Бог не видит, другие не видят, это и не грех. В смысле? Это грех. Так вот, друзья. Ну, вот такое интересное место из Писания. Можете себе его где-то... Ой, не Писание, а интересная мысль. Так вот, друзья, основной вызов современного христианства, мы не понимаем, как реально построить свою жизнь вокруг Бога и вместе с Ним. Мы не умеем это делать. Жизнь большинства верующих людей на данный момент, она примерно следующая. У нас есть два вида жизни. Мирская жизнь и жизнь христианина. И они очень часто не пересекаются вообще никак. И вот эта печаль как раз. Я знаю, поверьте, ну, знаете, я не хочу... Кто-то не подумает, я не сгущаю краски. Я не пытаюсь, знаете, выставлять что-то негативное. Но я хочу говорить правду, ну, нам надо говорить правду. Если мы не будем говорить правду, друзья, то мы будем просто улыбаться и будем церковью лжецов, понимаете? Где мы будем говорить, что все классно и так далее. Я знаю множество семей, которые, знаете, они такие, ты смотришь, на Фейсбуке смотришь, боже мой, боже мой. От них просто, ну, разве что елей только скоро течь должен еще начать. И все. А я же знаю в жизни, как они друг друга посылают реально. И знаете, я всегда, когда с ними встречаюсь, ну, потому что в Фейсбуке они показывают, как классно, а приходят пастору, пастору, вы же никому не скажете, я говорю, да не скажу, конечно. Говорят, у нас проблема. И начинают рассказывать. Я смотрю на них, думаю, господи, как я зачутился с этими двумя в одной клетке. Надо дверь открыть, но убьют же сейчас и себя, и меня. Вы не поверите, у меня однажды была консультация, они как начали друг на друга матом орать у меня в кабинете. Я присел аж, я таких слов не знал. Это верующие люди, на секундочку. Вы сейчас смеетесь, в пору и посмеяться иногда, а можно и поплакать. Потому что еще раз, знаете почему? Я верю в Бога. Вы знаете, Библия говорит очень четко, вот для тех, кто любит слово, написано, бесы веруют тоже. И трепещут. А мы веруем иногда и не трепещем даже. Жизнь в Боге, друзья. Нам нужно научиться созидать свою жизнь в Боге. Я бы сегодня хотел поговорить с вами, ну хочу говорить именно об этом. Хочу привести вам одно место из Писания, интересное. Можно открыть Деяние Апостола, 17 глава, 28 стих. Смотрите, ибо мы им, кем им? Кто это, о ком речь идет? О Боге. Мы им, Богом, живем и движемся, и существуем. Мне так нравится Библия, в ней все так четко, в ней все обозначено, все, знаете, ну не скажу под прямыми углами, но все очень обозначено. Смотрите, им живем, то есть в нем черпаем силу жить, движемся, то есть в нем мы развиваемся, им существуем. Он является нашим хлебом жизни. И дальше написано, как некоторые из ваших стихотворцев говорили, мы его и род, мы из его рода, мы такие же, как он, мы подобные ему. Знаете, я не грешу не потому, что мне нельзя, а я стараюсь не грешить и живу, стараюсь жить святой жизнью, потому что я понимаю, что я его род. И знаете, иногда я тоже бывает согрешаю, и мне неприятно, и мне честно, мне неприятно. Я знаю это, я тоже, я не говорю, что какие-то большие грехи, я там не ворую, ничего, нет, но иногда бывает, ты разозлился где-то, ну на наших дорогах ездить сегодня. У меня вчера вообще день был, знаете, я просто, я сел, я просто говорю, мне, наверное, правило надо идти опять читать, может какие-то правила новые ввели. Ну честно, я вчера просто уже, у меня был какой-то космос. Знаете, когда у человека зеленая стрелочка, а у тебя зеленый свет, ты едешь на зеленый свет, а он тебе просто с головой отвернутый в сторону, не снижая скорости, мчит прямо в тебя. Я ему сигналю, а он выскакивает и кричит на меня, орет, что я не знаю правил дорожного движения. Я честно, я грешным делом подумал, думаю, может переписали уже, может теперь наоборот, может зеленая стрелка главнее зеленого света, светофора, я не знаю. Ну честно, внутри да, ну гнев возник, да, правда. И потом, но если ты с ним, если ты в нем, у тебя внутри, ну я не такой, я не хочу. И потом ты едешь, ты молишься, ты общаешься с Богом. Почему? Потому что ты его род, понимаете? Ну не можешь ты жить, просто в него верить. Ну так не выходит, так не получается. Потому что ты потом выйдешь на кафедру, и что ты на кафедре рассказываешь? Ну какую-то свою философию, оно так не работает. Итак, друзья, как же реализовать это в своей жизни? Как действительно построить жизнь? Я дам вам пять простых пунктов, которые, на мой взгляд, они должны вам помочь сегодня. Я хотел бы очень, чтобы они помогли. Но перед этим, прочту одно место из Писания тоже. Римлянам, первая глава с 21 по 23 стихи. Все знают эту историю. Это история, друзья, о том, как люди, ну люди верующие, это о верующих людях, кстати, о нас с вами. Но как они, познав Бога, видите, познав Бога, не покаявшись, не узнав о Боге. А что написано здесь? Познав Бога. То есть это человек, который глубоко пережил Божье присутствие, переживал, видать, даже неоднократно переживал Божье присутствие, наполнялся Божьим присутствием, знал Бога, соприкасался с Ним, сердце его было открыто ему навстречу. Смотрите, познав Бога, смотрите, что не прославили его как Бога и не возблагодарили, но осуетились в умствованиях своих и омрачилось несмысленное сердце их. «Называя себя мудрыми, обезумели. И славу нетленного Бога изменили в образ, подобный тленному человеку и птицам и четвероногим и присмыкающимся». На самом деле, друзья, это удел каждого человека, который пытается жить жизнью, верить, веря в Бога. Это удел каждого человека. В какой-то момент времени ты смотришь на этого человека и тебе хочется сказать, Господи, слава Богу, что ты не мой друг. Слава Богу. Так вот, я вам дам пять простых пунктов. Первый пункт, друзья, первый пункт на основании этого места из Писания. Первый пункт звучит следующим образом. Учись прославлять Бога как Бога. Как можно реализовать свои жизни? Помните, не прославили его как Бога. Что означает прославить Бога как Бога? Учиться прославлять. Это означает буквально научись выходить за рамки самого себя. Знаете, что я обнаружил? Я заметил, что многие верующие люди, мы живем, как бы так сказать, жизнью такой, знаете, жизнью. Мы никогда не выходим за рамки. Я заметил, кстати, грешники, у них с этим проблем нет. Они легко выходят за рамки. Есть такое даже понятие фрики. Кто слышал такое? Фрики. Знаете, кто такие фрики? Фрик это человек, который вот он едет, например, неверующий. Он может идти по улице, взял, остановился, облил себя синей краской. Все говорят, а он, друзья, оказывается, снимал это все и в Инстаграм и ТикТок поставил, и у него миллион просмотров. Он такой, йо-ху! Или взял, знаете, побрил пол головы на лысо и пошел. И все на него смотрят, говорят, ку-ку, а он, говорит, а я молодец, у меня известность. Есть такое понятие фрики? Ну, к сожалению, да, есть такое понятие фрики. Так вот, этот человек выходит за свои рамки. Вы знаете, мы даже нормальные люди, неверующие на него смотрят, говорят, ну ты вообще. Так вот, я вам хочу сказать, мы как верующие иногда, мы не, большинство верующих, мы в прославлении Бога, мы не выходим за рамки. У нас все должно быть чинно и благопристойно. Кто тебе сказал, как чинно? Кто тебе сказал, как благопристойно? Кто тебе сказал, как прославлять Бога надо? Ну, кто тебе вообще сказал? Вот, выйди за эти пределы. Мы не умеем выходить за пределы. Мы не научились прославлять Его как Бога. Знаете, я вот, наверное, одна из историй, которая самая такая популярная была бы. Кто из вас читал историю, может, однажды, как Бог встретился с Моисеем лично, помните? Моисей говорит, Господи, я хочу увидеть тебя лицом к лицу. И Бог ему говорит, если ты увидишь меня, ты не останешься в живых. Нет никого из существ по плоти, живущих по плоти, кто увидел меня бы во плоти, ну, или таким, какой есть, и не умер бы. Примерно объясню вам, что произойдет. С человеком произойдет термоядерная реакция в отдельно взятом теле. Кто из вас читал или слышал историю Хиросимы и Нагасаки, ядерной бомбардировки, кто-то слышал? Кто слышал о такой явлении, которое называется тени на домах, слышали? Это когда происходит ядерная волна, вот эта ударная волна, взрыв, тепловая волна, она происходит, человек испепеляется, но из-за того, что это сильнейшее световое излучение, тень человека, который испепеленный, человека уже нет, пепел остался, пыль, прах от него остался. Его тень остается еще долгие годы на стене сзади. Так вот, друзья, Бог говорит Моисею, ты не можешь меня увидеть, говорит, я пройду мимо тебя, накрою рукой, и я пройду мимо тебя. У меня вопрос внимания к нам с вами. Скажите, пожалуйста, неужели Бог только таким был в отношении Моисея? Неужели сегодня он другой? Он сегодня такой же. Тогда у меня возникает логичный вопрос. Вы знаете, что когда Бог сошел на гору Харив, написано, гора трусилась. Кто-то сказал, а если бы сегодня гора трусилась, я бы тоже так относился. Нет, гора сегодня это твое сердце. Почему твоя гора не трусится? Почему она не трусится, когда ты приходишь в его присутствие? Почему она не сотрясается? Потому что жизнь в Боге, это сотрясение твоей горы. И вот, друзья, прославлять его как Бога, это означает выходить, потому что ты понимаешь, что ты пришел в присутствие, которое всепоглощающее. И в этот момент никто больше для тебя ничего не означает. Когда я впервые попал в церковь, я стоял, упершись руками в стул, смотрел по сторонам, но мне было простительно, я не верующий человек, я не знал Бога. Когда я пережил личную встречу с Ним, в этот момент я сказал себе, стопе, стоп, нет, так не будет больше, ты будешь славить Его, потому что Он достоин всей славы. Если вы действительно хотите свою жизнь с Богом, когда мы поженились с моей женой, ну, знаете, в нашей церкви, кто знает, у нас все очень чинно и благопристойно. Мы поженились в 2000 году, и тогда еще такая мода была Макси. Я помню, такая длинная юбка, помнишь, такая ниже пола называлась. Юбка ниже пола. Это такая, что прям вообще ничего не видно. Знаете, да, бывает иногда такое, в которой невеста в такой юбке может и в кроссовках на свадьбе быть. Все равно никто не видит. Ну, естественно, а мы очень, ну, мы впервые, как бы, друг с другом, знаете, как вот муж с женой, у нас было все как положено. Все чисто, благопристойно, первая брачная ночь, и вот там вот все. И потом, знаете, когда уже, ну, мы живем уже вместе где-то, я начал замечать у нее, интересно, слушайте, на руках, вот тут на локтях, и тут на коленях у нее мозоли. Я говорю, что это такое? Она мне потом рассказывает, говорит, я давно уже, пять лет, говорит, у меня утро начинается на коленях, в молитве, говорит, я поклоняюсь Богу, славлю Его. Говорит, по часу, по два, там, может быть, чуть больше. Я потом понял, почему есть помазание, когда она славит Бога. Есть. А куда оно денется? Его не может не быть, понимаете? Потому что для такого человека поклонение Богу, это не потеря времени, понимаете? А это жизнь. И многие, знаете, такой, ой, ой, уже, так, короче, все, хватит. Уже спина болит чуть-чуть. Послушайте, славь Бога, поклоняйся Ему, как Богу. Второй пункт, друзья, как можно реализовать свои жизни. Учиться быть благодарным Богу, как Богу. Знаете, сегодня Джеймс сказал потрясающие простые слова. Что нужно сделать каждому из нас, чтобы закончилась война? А ну-ка, кто напомнит мне? Что он сказал надо сделать? А? Сделайте каждое то, что вы можете и помогаете друг другу. Простые слова. У меня вопрос. Вы знаете, сегодня, когда он говорил, меня прямо это обличило. Как служителя, как пастора. Я же ассоциирую себя с церковью. Меня это очень сильно обличило. Я сейчас ничего не хочу сказать, но меня очень сильно обличило. Знаете почему? Что означает слово «благодарить»? Дарить благо. Человек, друзья, который не осознает Бога. Помните? Которые не прославили Его, как Бога. И не, что сделали? Не вас благодарили. Почему многие верующие проводят жизнь, верят только в Бога, но жить с Ним не могут? Да потому что, если ты хочешь жить с Богом, тебе нужно научиться дарить благо. То есть ты должен изнутри. Написано, добрый человек выносит из своего сокровища, которое из его сердца, что? Доброе. Он делает это доброе. А если у человека там сокровищницы этого нету, он делает доброе, внимание, но только для себя. А дарить Богу, быть благодарным. Что означает быть благодарным? Дарить Богу. Как закончили из 12 апостолов 11, как закончили свою жизнь? Кто мне напомнит? Смерть за проповедь Евангелия. Они подарили Богу свою жизнь, по сути. Они в благости, они подарили Богу самое ценное, что у них было. Все, что было ценного, принесли. И знаете, я хочу вам сказать, современное христианство, почему я сказал, это парадокс и это вызов. Научиться быть благодарным Богу. Дарить Богу благо. Подарить Ему. Ну действительно, отдать Ему. И знаете, Джеймс сказал, говорит, мы тогда победим в войне. А я вам скажу, это правда. Это действительно правда. Я убежден абсолютно, и я это испытывал, и по сей день я убежден в этом. Одна из величайших ошибок России, которую они не поняли или не понимают до сих пор в войне с Украиной, они прошли воевать с украинской армией, а воюют они с украинским народом. Чувствуете разницу? Потому что численность армии там это 1 миллион, а народ это 30 миллионов. Поэтому армии меньше, а не получается победить. Они с народом воюют. Смотрите, друзья, в начале войны вспомните, кто герои наших мемов. Даже не военные. Помните, цыгане, которые сперли танк. Селяне, бабушка, которая банка огурцов сбила дрон. Селяне, которые, знаете, что они сделали? Приехали 4 танка, 2 заглохли. Они говорят, идите туда. Те пошли, ничего не поняли. Приехали, вернулись. Те слили солярку. Вы знаете, да, 4 танка, 2 закончилось горючее. Они говорят, идите там горючее возьмем. Они пока пошли, те слили с этих танков, с третьего танка слили горючее. Те пришли, смотрят горючее, ну не едет танк. Они в четвертый садятся. Говорят, едьте туда. Они поехали, во враг упали, вышли и ушли. 4 танка без единого выстрела. И вы думаете, это ВСУ? Нет, это люди. Ты не можешь победить народ, который воюет. Не армия, а народ, который воюет. Так вот, друзья, если мы научимся, каждый как верующий, быть действительно, дарить благо Богу, быть Ему благодарным, выходить за пределы, вы обнаружите, что у вас по-другому все. У вас по-другому мышление начинает работать. Найдите человека, который безвозмездно дарит, и вы обязательно найдете множество людей, которые скажут, что он безумный. Безумный, потому что он делает добро людям просто так. Кто из вас смотрел фильм такой «Заплати вперед»? Никто не видел? Помните? Этот фильм, посмотрите, интереснейший фильм «Заплати вперед», когда они говорят, зачем ты это делаешь? Говорят, просто потому что я дарю добро. Эти люди, они не под, они, как вам сказать, они не подвластны системе этого мира, потому что они делают то, чего от них никто не может ожидать. Сложно, сложнее всего просчитать не человека, который профессионал, а человека, который любитель, потому что любителям ты никогда не знаешь, что он будет делать в следующую минуту времени. Третий пункт, друзья, как научиться этому? Смотрите, третий пункт. Сумей поставить себя после Бога не на словах, а реально это осознать. Вы знаете, я заметил, что многие из нас, мы реально, мы не понимаем. Мы действительно, мы внутри, мы Бога ставим после себя. Ну, после своего мышления. Боже мой, я как-то один раз, знаете, попал с одной женщиной верующей, общался. Говорит, и нехай так будет. Тьфу-тьфу-тьфу. Я говорю, как это в тебе сочетается? Как это в тебе сочетается? А знаете, почему изменения не происходят? Все очень просто. Потому что вначале ты со своим мышлением, а потом человек. Ой, а потом Бог идет. А потом Бог уже идет. Так оно не работает, друзья. Оно так не работает. Пока ты не поставишь Бога впереди. То есть, буквально, что означает поставить Бога? Его мнение об окружающем нас мире нужно поставить выше своего собственного мнения. Друзья, нам нужно это поставить. Поймите, ну не можем мы. Я помню историю свидетельства пастора Ивана. Он однажды делился со мной. Он встретился со Христом в местах не столь отдаленных. Ну, точнее, отдаленных места. И он говорит, знаете, пастор, что для меня было свидетельством? Говорю, что? Говорит, я утром проснулся. Говорит, я начал любить этих конвоиров, которые там сидят. Говорит, мне вдруг, я начал о них молиться. Говорит, для меня это был шок. Вы понимаете, что для нормального заключенного это ненормально. Но для рожденного свыше это нормально. Так вот я хочу сказать, сегодня, я не знаю, Боже мой, пускай бубух будет. Ну, не взрыв, я имею в виду, пускай Господь бубух сделает. В сердце каждого из нас потрясение. Знаете, что в Полтавской области было землетрясение? Это чтобы полтавчане тоже не забывали, что Бог есть. Чтобы молились. Так вот, да, усиленно. Так вот, послушайте сейчас внимательно. Послушайте. Пожалуйста, я очень вас прошу. Есть такое неинтересное место из Писания. Помните, Господь говорит, мне отмщение. Знаете, я заметил, сколько верующих людей пытаются все время, сколько христиан пытаются все время, я называю это, намутить. Мутить воду все время пытаются. Почему? Потому что им хочется оказаться правым. Да успокойтесь вы. Я как-то одному брату свидетельствовал, говорю, послушай, если ты действительно хочешь увидеть, как сражается Бог, когда тебя обидели, отойди в сторону. Просто отойди. Вот отойди. Ваш выход называется. Господь, ваш выход. Помните, кто ударили по правой щеке, подставь левую. Ваш выход. И вы увидите, проходит время, и вы видите, начинаете, как Бог начинает вмешиваться. Человек начинает уничтожаться просто. Его начинают внутри просто разрывать на части. Это означает, друзья, поставьте себя после Бога. Научитесь ставить. Знаете, один человек, я не хочу, чтобы что-то плохое произошло. Я говорю, слушай, у меня такое впечатление, что Бог у тебя инвалид, который лежит в инвалидном кресле. Он, понимаешь, как этот, как его, который умер. Стивен Хокинг, знаете, такой, и без тебя он еще не может сделать. Я говорю, да успокойся ты. Говорю, хочешь что-то сделать для Бога, иди евангелизируй, благовествуй. Я всегда говорю людям, послушайте. Если ты не благовествуешь, ты будешь сплетничать. Если ты не имеешь общения с Богом, ты будешь общаться и сплетничать с другими людьми. Если ты не имеешь, если ты не читаешь Слово, ты будешь всякую муть читать. Все очень природно, все очень просто. Поменяй это в себе. Это жизнь в Боге. Четвертый пункт, друзья, который поможет серьезно нам. Четвертый пункт. Не подменяйте ориентиры своей жизни Бога. Самым большим проклятием, которое я обнаружил для нашего такого харизматического христианства, заключается буквально следующее. Мы полюбили благословение больше, чем благословляющего. Множество верующих людей сегодня, друзья, они влюблены в благословение больше, чем благословляющего. Я даже знаю, есть перегибы, когда люди Божью волю ценят больше, чем Бога. Послушайте, если вы действительно хотите исполнить Божью волю, чтобы она исполнилась, точнее, в вашей жизни, поверьте, любая Божья воля прославит Бога. Она будет его прославлять. Успокойтесь, сначала прославляйте Бога, и Божья воля не замедлит подождать себя. Так вот, нельзя, друзья, нельзя менять ориентиры. Я знаю верующих, которые, они настолько стали верить, они молятся, потому что они верят в свой успех. У нас получится, мы будем благословлены, у нас все получится, у нас все получится. А у меня вопрос, а Бог этого хочет? Честно, вот только если честно. Вот если честно, вот так, если почитать Библию, что вот именно этого всего хочет Бог, тогда у меня вопрос. Кому же ему, кого же ему все-таки сделать президентом нашей страны? Кого? Вы знаете, сколько людей молятся о том, чтобы Бог их сделал президентами? Я вам хочу сказать, если Бог даст денег столько, сколько молится каждый человек, вы знаете, что всех денег еще столько не напечатали? Вы понимаете, что это нормально, если у тебя не все деньги есть? Более того, вы знаете основной закон денег вообще? Чем больше, знаете, что происходит в следующей стадии, когда у тебя много денег? Кто знает, что должен делать человек, когда у него есть много денег? Нет. Что в жизни реально происходит? Знаете, что надо потом? Нет. А? Нет. Даже не это. Вам нужно защитить свои деньги. И вы начинаете со всеми воевать. Вы начинаете всех подозревать. Вы перестаете жить спокойно. Вы вообще не можете жить спокойно. Это принцип такой. Это всегда принцип. Возьмите, почитайте историю. Мы же не знаем историю. Возьмите, почитайте историю. Римская империя стала богатой. Знаете, что она сделала? Она наняла армию, которая должна была их защищать. В итоге, знаете, кто их победил? Их же армия. Юлий Цезарь пришел и всех сенаторов сказал, теперь я император. Вот это его знаменитая фраза. Я перешел через Рубикон. Жребий брошен. Это слова Юлия Цезаря, который с армией, которой он руководил, чтобы защищать Рим, выступил против Рима. Это же закон. Если мы с вами его не читаем, друзья, а мы не читаем, потому что иногда у некоторых людей деньги становятся ориентиром. У некоторых людей успех становится ориентиром. У некоторых людей там еще что-то становится ориентиром. Это не есть ориентир. Ориентир у нас есть один, только Бог. И все, точка. Если ты хочешь жить в нем. И последний, пятый пункт. Следующий. Плати цену богопочитания и хождения с ним. Плати цену богопочитания. Что такое цена богопочитания? Если ты действительно ценишь Бога, молись. Общайся с ним. Приноси плод в своей жизни. Плод святости. Плод покаяния. Плод смирения. Приноси эти плоды. Вы знаете, я как-то в какой-то момент времени, я помню, слава Богу, сейчас в нашей церкви, ну я хочу верить, что такого нет. Я помню, был момент, церковь проходила такой момент, когда я мог как пастор сказать человеку, слушай, ты неправильно поступаешь. Он все, разворачивается, я ухожу. И знаете, я одного так догнал, говорю, слушай, можно просто, ну вот просто, ты уйди, пожалуй, без проблем вообще. У меня к тебе один вопрос. Говорю, ты честно, скажи мне, честно, ты сейчас поступаешь так, как написано в Библии? Говорит, нет. Я говорю, а тебя это не пугает? Говорит, мне все равно. Друзья, есть цена почитания Бога. Понимаете, есть цена Бога почитания. Я заканчиваю эту проповедь, хочу прочитать, друзья, напомню, точнее, это место из Писания, помните, да, где Бог, обращаясь к Адаму, Он говорит, Адам, где ты? Я сегодня хочу, чтобы каждый из нас, мы сегодня задали вопрос себе, где сегодня находишься ты? Где, на какой стадии, в какой из этих видов жизни находишься ты сегодня? Возможно, кто-то сегодня из нас с вами, друзья, где-то немножечко подзабрел. Так бывает иногда, это нормально. Мы же для этого здесь и собраны, правда, чтобы говорить об этих вещах. Но я верю сегодня, что Дух Святой, я хочу доверять, что Дух Святой сегодня прикасается к каждому сердцу. И я хочу верить, друзья, что мы с вами, как церковь, однажды мы встретимся в славе Божьей, и Бог не будет нас спрашивать, где ты? Он скажет, я здесь, и я тебя ждал. Давайте каждый сейчас склоним свою голову и будем молиться. Дорогой Небесный Отец, во имя Иисуса Христа мы сегодня благодарны Тебе. Мы славим Тебя, мы величаем, превозносим, благодарим Тебя, наш Бог. Спасибо Тебе за то, что Ты рядом, за то, что Ты не оставляешь, за то, что Ты не покидаешь нас. Спасибо Тебе, Боже наш, драгоценный, дорогой, любимый, чудный. Боже, мы сегодня слышали Твое Слово, и Твое Слово, оно всегда ободряющее, Господь, когда мы открываем свое сердце. И даже если в чем-то оно обличает нас, Господь, то это и есть ободрение. А может быть, сегодня кого-то просто Ты ободрял, потому что именно по этому пути пошел жить в Тебе. Но я молюсь Тебе, Господь, чтобы сегодня каждый из нас мы увидели и осознали, где по-настоящему действительно находимся мы. Бог, Ты изначально, Ты обозначил для каждого из Твоих детей, для каждого из нас единственную правильную жизнь, это жизнь в Тебе. Не просто верить в Тебя, не просто знать о Тебе, слышать о Тебе, иногда читать, иногда соприкасаться с Тобой, а действительно жить в Тебе. Я молюсь Тебе, Господь, чтобы эту полноту этой жизни в Тебе, каждый из Твоих детей мог вкушать во имя Иисуса Христа. Тебе слава, Тебе честь, Тебе величие и вся хвала. Отец, Сын и Дух Святой. Аминь. 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 Слава Богу.